всем привет из аверят сегодня наконец-то я достроил этот вольер для индюков сейчас я вам его покажу пока здесь никого нету что я достроил буквально вот вот недавно смысл вольера в чем заключается чтобы курочка жила ой курочка индюшата жили на улице так как у меня вот в том году я строил эту сарайку я решил ее переделать под загон для индюков и такой момент один да что вот эта уличная территория почему она получилась такая ну исходя из того что вот где какие свободные грядки были да здесь проход в районе метра да в районе метр а здесь у нас вход в яму овощную и вот максимально то что получилось так сказать отобрать умаш было отобрано да вот поэтому получилась такая территория получается сетки здесь ровно 10 метров 10 метров об обзор про сетку был все концы были загнуты прибиты здесь на гвоздики сверху обычная сетка от птиц ягоды мы и закрываем привязана на веревочки что скорее всего мы снимать будем бруски но не бруски это горбыль горбыль внизу бензопила я прошел про как бы зашкурил по быстренькому вот видите да и мастикой обработал везде обработана мастикой чтобы как можно дольше сохранилась внизу здесь прибита доска чтобы никто не вылазил здесь по периметру положены доски и щели покрупнее высота сетки 150 метров но была прибита доска чтобы сюда можно было мне хотя бы зайти почти не наклоняясь да почти не наклоняясь здесь насыпано пил около шести семи или сколько мешков я не помню сделаны жерди из черемухи прибиты на гвозди где-то на шурупы ну почему так но не знаю вот просто вот так вот получилось в таком хаотичном порядке видите как бы с той стороны это неудобно я здесь брусочек сделал а там на проволоку повесилась и видно да и вот просто в таком хаотичном порядке были сделаны жерди ну посмотрим я думаю что должно им хватить их если я не ошибаюсь 33 индюка потом сделано поилка общаться ну давайте раз мы встали значит арматура забита здесь вот такая как бы как это сказать-то рога . сделано до рога . приварена чтобы труба не болталась я ее хотел проволока еще прифигарить а сейчас это смотрю думаю на районе буду этого делать здесь пытался сделать а вообще смотрите к система это пндшная труба 25 почему 25 потому что каплю уловителей на 25 трубу не пильные поилочки они небольшие сделала с каплю уловителя вроде ничего не бежит это поилка у меня стояла брудере я не пользуюсь решил сюда поставить поэтому как бы вот такое небольшое расстояние но я думаю этого должно вполне хватать здесь стоит заглушка панда как это это не пндшная труба а как она пластиковая полипропиленовая полипропиленовая да здесь у меня от старой чашечной поилки был штуцер в пробке сделал здесь пробка да я ее приклеил промазал герметиком и вот это что как бы штуцер вот он там остался у меня очень большая проблема в последнее время не могу нигде найти штуцеры вот такие небольшие с гаечкой с контргайкой с той стороны этот шланг вообще у нас от капельного полива у меня остался я решил его использовать здесь пытался одеть хомут нифига не получалось все бежало текло просто замотал на проволоку ну как бы два вот и колечко как бы сделал да давайте пройдем туда чтобы показать и вообще вот делал тут болгаркой очки не успел защитно одеть что-то попало в глаз блин еще не могу обязательно пользуйтесь техникой безопасности то есть одевайте все защитные приборы приборы эти очки перчатки пожалейте время шланг я не стал обрезать ну кто его знает другом еще где-то пригодится просто смотала вот он такой длины был стандартный есть тоже на проволоку сделал а вот это смотрите это что такое это умывальник умывальник оцинкованный умывальник на 10 литров по полный воды ну что там какая-то мушка попал полный воды здесь на саморезы здесь был кран я сначала сделал напрямую крану но к сожалению он бежал спилил его отдел шланг 10 диаметр на скидку скажу здесь 12 диаметр а там это 8 на хорошо плохо что такое перепад ну с этими штуксорами вообще проблемами серьезная проблема так что еще сейчас кормушку я вам покажу покажу кормушку кормушка сделано по типу как у гусей сколько это наверно сантиметра полтора вот эта доска тут у нас трещины было я решил ее все-таки поставить вниз фиг его знает может напряжиться саморезе высота может сантиметров 10 ширина тоже 10-15 может не знаю там такая же не знаю хватит и не хватит сложный вопрос я решил ну ведь им место как бы уже не позволяет сюда еще куда-то ставить кормушку я решил поставить пока 2 вечером покормлю посмотрю если не хватит я еще третью половину этой на разделу кормушку и поставлю вот туда под крышу здесь сделал сварил арматуру каркас забил на 10 сантиметров не знаю чуть-чуть по ширине промазал на было чуть ток поуже я так на глаз торопился уже надоело хотелось все быстрее доделать но это не страшно как ну сверху плоский шифер я думаю здесь они тоже будут сидеть так ну про сетку я сказал что вверху она до везде сделан сделано надеюсь все попыток проникновений не будет посторонних посторонних да и вот тут такая щель есть не знаю то ли доску сюда сделать по-любому индюшары это все выщуплю потому цветистые наверно все таки я сейчас не поленюсь сделаю сюда дощечку на пару саморезов и все там все везде вроде бы зашито ну и останется всего лишь три раза сюда сходить принести индюков ну и покажу что из этого получилось индюшары наконец-то переезжает на улице это торжественный момент это практически последняя постройка в этом году по мелочи надо вот еще у курочек сделать эти гнезда хочу сделать такие гнезда как бы двухэтажно вот такую с краешку здесь поставить может быть там чтобы они до залазили яичко и яичко снести пока не несутся им почти пять месяцев немножко отвлекся ну все я побежал заняв калитку калитку на еще вот калитка такая же как у гусей сделал здесь крючочек у мне оказывается такой был чик ой чё так плохо что они нормально его внутри когда заходишь как раз зашел почему внутри во первых там пригород во вторых а во вторых почему автор их нужно так так просто из-за пригорка скорее всего заходишь вот она как бы теоретически не нужно открываться там где-нибудь зацепить петельки самые простые конечно тут они не сильно прикручены болтается но если сильно прикрутить она калитка будет плохо до закрываться с ребрами жесткости на всякий случай последние бруски у меня уже кончаются не знаю что на думку материал так ну вроде бы про вольер все рассказал все сейчас сделаю доску вынесу индюков что получилось да пришлось побегать с этими индюшат и всю мне в австралии в кругу смотрите чё хочу показать у меня в этой клетке сидела 8 в этой 7 и сегодня смотрю чуть их одну переносить а стал 4 они смотрите что сделают сетку оборвали засранцы блин че не могли вот завтра ее оборвать когда здесь никого не было дополнительно небольшая шабашка мне ладно это так ним а кстати вот смотрите уже какой раз в этой клетке вот смотрите скорлупа от яйца я еще ничего не понимаю но индюки же не могут нестись и главное видно что свежая тухлятина никого не пахнет откуда она здесь взялась если курица когда-то снесли а когда кто вообще ничего не понимаю все я их ношу они тут насрали тут насрали все везде обосрали на меня чуть не нагадили ну и вот вот они наши индюшары индюшары все на улице свобода попугаем ура наконец-то я всех на улицу пересадил как я умотался офисы вот они они пока ничего не понимают кучицы летать не получается сейчас они тут порядке на виду видимо удрались люди ободраны на сегодня весело будет спать ночью туда вот это индюк однозначно среди кульки шара прям это тоже индюшара самцы висит уже все морды красные вот еще самец наверное где-то и самочки должны вот это вот наверно самочкой девочка это тоже наверно ну капец они слоняры просто слоняры я не знаю как мы вас будем кормить классно да все вот сегодня трава есть завтра наверно уже не будет никакой трой вот я больше всего боюсь то что самцы будут драться вот этого я боюсь туда же недавно приходили как раз я так-то не продавил диков приходили хотели купить самцов как раз может быть вот не знаю где продать не продать так то я конечно не хочу продавать все чтобы не у меня росли но если они будут драться надо будет срочно чуть решать ну все на этом мы с вами прервемся я на рассуде буду отдыхать всем спасибо за внимание удачи пока пока пока